Кемерово, Прокопьевск, Междуреченск, Новокузнецк, Киселевск, Топки и Юрган, Беловский, Ильинск, Кузнецкие спортсмены. Вот уже 10 лет лыжников из всех городов Кузбасса объединяет память о тренере по лыжным гонкам Георгии Беляеве. В 29-м лыжном марафоне приняли участие более 400 человек, от дошкольников до ветеранов. Самым старшим марафонцем стал Владимир Швайгерус. В 65 лет лыжник из Киселевска преодолел дистанцию 30 км за 1 час 40 минут. Дистанцию в 5 км за 10 минут 45 секунд прошла Мария Кузнецова из Березовского, которая стала победительницей в своей возрастной группе. О Георгии Беляеве молодая спортсменка знает от своих наставников. Нужны такие турниры памяти? Да, нужны. Зачем? Ну, чтобы помнить тех тренеров или тех людей, которые раньше внесли большой вклад в развитие спорта. Ну, вообще слышали об этом тренера что-нибудь? Да, слышали. Что слышали? Ну, просто разговаривали, говорили, что этот тренер внес большой вклад. 43 года назад в секцию по лыжным гонкам к тренеру-преподавателю Георгию Беляеву пришла Лидия Арсланова. На его глазах она стала кандидатом в мастера спорта и членом сборной Кузбасса. Сегодня Лидия спортом занимается для здоровья и в марафоне принимает участие не ради результата. Мы помним его и с удовольствием приходим. А каким вы его помните? Каким он помнит? Он был требовательный, добрый. Как тренер с большой буквы. Таких, наверное, сейчас уже нет. Победители 29-го Кузбасского лыжного марафона определились в каждой из шести возрастных категорий, а также на пяти дистанциях. Самой сложной оказалась трасса протяженностью 50 километров. Более двух часов потребовалось Леониду Сельскому из Прокопьевска, Ярославу Хаустову из Кемеровского района, чтобы преодолеть ее первыми. Все победители марафона были награждены медалями, грамотами и памятными призами.